В Караганде снова сносят здания. Отдел земельных отношений совместно с судебными исполнителями проводят мероприятия по освобождению земельных участков. Первым местом для ликвидации стало летнее кафе в центре города. Батима Курганова впервые открыла свой бизнес в городском этнопарке несколько лет назад. Через некоторое время еще тогда Аким Октябрьского района Нурлана Убакиров попросил освободить данный участок. Взамен он пообещал выдать другую землю и помещение. Бизнес-леди, долго не думая, открыла маленькое кафе по улице Гоголя. Однако и та радость долго не продлилась. У предпринимательницы скопился долг за арендную плату. А сегодня представители отдела земельных отношений совместно с судебными исполнителями, согласно решению суда, сносят кафе неплательщицы. Однако Батима Курганова стоит на своем. Она утверждает, что никаких уведомлений не получала. И действия судебных исполнителей частный предприниматель считает незаконными. Я этого не знала, понимаете, вообще не знала. И вообще документы оформляются. Уже оформление документов я уже заплатила, понимаете. Оформление документов уже заплатила. Судоисполнители уже познакомили должницу с решением суда, принятым еще в 2007 году. Вам неоднократно было вручено уведомление предупреждения о назначении исполнительских действий по сносу данного летнего кафе. Было вручено постановление о возложении обязанностей по сносу на ГУ, отдел земельных отношений. Вот у меня есть все документы. Нет, у меня ни одного уведомления нет. И у меня есть все основания на сегодняшний день снести данный объект. Со слов возмущенной женщины, долги она выплатила уже давно. И даже квитанции имеются. Дома. К слову, бизнесвумен еще два года назад написала заявление, чтобы стать собственницей данного участка. Оформление документов я уже заплатила. И вот они сейчас, сейчас мы уже судились с Акиматом. Почему-то суд вынес решение в пользу Акимата. Вот я вот не понимаю, почему. Почему все идет против народа. Я не знаю, в частную собственность. Как можно вот так просто забрать? В немилость от дела земельных отношений судебных исполнителей попал и рекламный билборд напротив театра имени Станиславского. Размещение летних кафе на придомовых территориях не допускается. А допускается для отдельно стоящих специализированных зданий. Данное мероприятие в этом году будет продолжено также. То есть в отношении летних кафе, расположенных по улице Нуркена-Абдирова. То есть на сегодняшний день также имеются решения суда. То есть эта работа в данном направлении будет продолжаться. Нужно отметить, что в Караганде суд вынес решение по 21 факту злостных неплательщиков, бизнес которых также будет ликвидирован. Ирам Гульсал Кимбаева, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.